Хозяйка красного седана сегодня явно не ожидала, что останется без машины. Опечатан бензобак, капот и двери. Суммарный долг водителя превысил десятки тысяч рублей. Остановка по требованию инспектора, проверка по базе, должника определяют по номерам. Казалось бы, случай, он не всегда бывает счастливым. В этом сегодня убедились сотни водителей. По налогу органы по Астраханской области продолжают совместные рейды с сотрудниками ГИБДД и службы судебных приставов по выявлению автовладельцев, имеющих задолженность по налогам. Наиболее эффективными на практике оказались мероприятия, проводимые одновременно в направлениях двух оживленных дорог, ведущих подъездом на Новый и Старый мост. Специалисты ведомств с помощью специального оборудования проверяют водителей транспортных средств на наличие имеющейся должности. Пробка в районе нового моста сотрудникам ГИБДД несколько упрощает задачу. Так легче увидеть и зафиксировать номер машины. Габариты и статус не имеют значения. На дороге останавливают и маршрутки, и КАМАЗы, и легковые автомобили. Как бы не спешил водитель, избежать разговора с инспектором не удастся. Я просто продал машину лет 10 назад. И как бы не платил налоги. То есть продал ее по доверенности и все. Получилось так. Я не знаю, почему остановили, почему вот такой рейд. Я не знаю. Вот здесь типа налог я должен, я не заплатил, я не знаю. Вот 3 500 что ли, сколько? Не знаю. Транспортный налог, налог земельный и на имущество. Здесь же кредиты, алименты, административные штрафы, вплоть до долгов по оплате ЖКХ. Их проверяют судебные приставы. В таком рейде ключевую роль играет эффект неожиданности. Расстаться с долгами водителям предлагают, не отходя от кассы. За 4 часа работы налоговой службы выписано 172 квитанции. В бюджет региона сразу же поступило 152,5 тысячи рублей. Судебные приставы взыскали свыше 300 тысяч рублей и арестовали 3 автомобиля. При выявлении задолженности по базе ФССП у гражданина, ему предлагается на месте оплатить долг, не дожидаясь ареста имущества. Если же гражданин не хочет исполнять свои обязательства, то тогда к нему применяется весь спектр принудительных мер взыскания. Хозяйке красной Митсубиси сегодня, скорее всего, придется вызывать такси. Ее машина с трассы уезжает на эвакуаторе. Кстати, эти услуги автовладельцы тоже оплачивают из своего кармана. Совместные рейды будут практиковать каждую неделю. В прошлом году они дали весьма ощутимые результаты. 3000 квитанций на сумму свыше 22 миллионов рублей. Половина погашена. Елена Рулем, Руслан Срывченко, Центр новостей.